Личная жизнь Вадима Казаченко многих его поклонников интересует даже слишком сильно. Пристально наблюдая за конфликтом возлюбленной артиста Ирины Аманти и его бывшей супруги Ольги, фанаты давно разделились на два лагеря. А вот сам Казаченко свой выбор сделал давно. В эфире программы «Пусть говорят он еще раз признался в любви Аманти и даже встал перед ней на колени, чтобы извиниться за боль, которую причинил жене. Я уже говорил сегодня о сожалении за то, что многим из вас пришлось погружаться в эту историю. Но все это время Ирина оставалась рядом со мной. И я еще раз хочу попросить у тебя, Ира, прощения за то, что нам пришлось через это пройти», заявил музыкант, вручив возлюбленный шикарный букет красных роз. Аманти тут же поспешила сказать, что не нуждается в публичных извинениях, ведь она давно простила Казаченко и не таит на него обиду. По словам Ирины, она мечтает забыть про скандальную историю, но не может этого сделать из-за постоянного желания Ольги привлечь к себе внимание. Звездная пара в очередной раз рассказала о том, как Ольга якобы вела двойную жизнь, встречаясь с разными мужчинами, ничуть не заботясь о новорожденном сыне Филиппе. Однако сама девушка с обвинениями в свой адрес не согласна. Более того, она считает, что вскоре ребенок начнет задавать ей вопросы об отце. Я надеюсь, что мне не придется говорить Филиппу, что его папа капитан дальнего плавания. Сейчас я сыну часто показываю фотографии отца, говорю ему, кто это. Он у меня начал разговаривать, сейчас постоянно болтает на своем, только ему понятном языке. Вообще не понимаю, как такого мальчика можно не любить. Он у меня просто чудо, рассказала Ольга. По словам Вадима Казаченко, он не чувствует негатива по отношению к ребенку. Более того, одно время он даже хотел с ним общаться, но агрессивное поведение экс-супруги мешало этому. Сейчас Ирина Аманти и Вадим Казаченко надеются, что постепенно скандальная история сойдет на нет, а их оставит в покое. Так или иначе в звездной паре есть их чувства, которые за последние годы лишь укрепились.